Вы любите есть виноград? Рассказать, что делает с организмом виноград? Есть ли противопоказания к употреблению винограда? Смотрите видео до конца и узнаете, почему надо есть виноград. В южных регионах растет такой замечательный фрукт, как виноград. Виноград едят сырым, делают из него соки и вино, тот, который без косточек идет на приготовление изюма или сушеного винограда. Виноград – сладкий и полезный фрукт, необходимый для поддержания здоровья взрослых и детей. Что содержится в винограде? Плоды, собранные в грозди, содержат сахара и минералы, витамины, клетчатку, полифенолы. На каждой ягодке находятся грибки, вызывающие естественную ферментацию, что полезно для поддержания микрофлора кишечника. Для чего нужен виноград организму? Влияние этих фруктов разностороннее, что позволяет поддерживать в тонусе органы пищеварения, сердечно-сосудистую систему, бронхи и легкие, головной мозг. Употребление даже 100 граммов винограда ежедневно оберегает от возможных мутаций клетки, что является профилактикой онкозаболеваний. Виноград улучшает проходимость бронхов, вызывает повышение их тонуса, что позволяет избавиться от симптомов бронхита и улучшает дыхание. Те, кто едят виноград, почти не болеют бронхиальной астмой. Плоды питают головной мозг, поэтому не происходит возрастных изменений клеток, приводящих к старческим нарушениям психики. Дети, употребляющие виноград, меньше болеют респираторными заболеваниями и вообще не подвержены инфекционным процессам. Виноградный сок не дает образовываться в крови сгустком, тонизирует сосуды, укрепляет мышцу сердца. Помогает виноград в борьбе с различными токсическими агентами и радиацией, способствует выведению холестерина, положительно воздействует на зрение, не дает формироваться катаракте и коме. Есть ли противопоказания к употреблению винограда? Не следует употреблять много винограда при сахарном диабете, панкреатите, ожирении. Учитывая возможное появление брожения в животе, следует ограничивать количество винограда при различных колитах, особенно с образованием язв и дивертикулов. Однако даже при заболеваниях толстой кишки 50-70 граммов винограда есть можно. Помните, что виноград полезен, но только такой, который не обработан различными химикатами для длительного хранения. Используйте сезонный виноград, а зимой лучше есть сохраненные в собственном подвале яблоки. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!